Так, Томсо, ты постоянно осуждаешь кадыровцев, что они не воевали до конца и работают на Россию, но ведь ты тоже ни дня не воевал и работал на Россию, пусть и не военным, какая разница между вами? Так, зачем чеченцы Ахмад насилуют молодых русских солдат на СВО? Я не знаю, для меня это тоже загадка, если такие вещи происходят, почему они происходят? Вот, видите, психика людей на войне очень серьезно нарушается, и возможно вот эта, наверное, атмосфера, она как-то действует на них, какой-то сбой происходит в их голове, и, наверное, такие мерзкие вещи происходят. Вообще, в России часто, знаете, такие, хотя они, наверное, не только в России, они в мире, наверное, происходят, но из-за того, что мы находимся в таком русскоязычном, русскоговорящем пространстве, мы поэтому видим в основном то, что происходит там, и вот постоянно в России происходят какие-то инциденты, на первый взгляд, когда ты пытаешься понять логику, тебе очень сложно ее понять. Вот сейчас, допустим, новый скандал, который, скорее всего, будет далее иметь продолжение, там один таксист подвозит дагестанца, этот дагестанец решает, видимо, кинуть этого таксиста, а у него регистратор, он это все записывает, и, ну, вы, наверное, видели, в общем, происходит у них перепалка, тот уходит, и когда уже таксист что-то там крикнул, ему хочет уехать, он уже в тронувшуюся машину наносит удар этому таксисту, он уходит в нокдаун, и, естественно, там нога, ну, газ в полик, сразу врезается в прикованную машину, вот, вроде бы, смотришь, вопрос этого инцидента, это 1200 или 1800 рублей, там было описание, то есть, чтобы он должен был ему заплатить 1200 или 1800 рублей, у него якобы их налички не было, он сказал, я тебе переведу на карту, естественно, этот понял, что его кидают, то есть, вопрос этого всего инцидента, этого конфликта, 1200 или 1800 рублей, это 12 или 18 евро, вот, для живущего в Европе человека, это не понять просто суть, для чего, ведь у этого инцидента будут очень плачевные последствия, понятно, что найдут его, это приведет к всеобщему осуждению, к уголовному делу, к заключению, огромные последствия, и всему этому причиной являются 1200 или 1800 рублей, 12-18 евро, просто смешно, ради чего ты портишь свою жизнь, ты, и главное, это ведь ситуация, где, ну, навряд ли вы найдете кого-то, кто это, на это посмотрит, и как-то нейтрально к этому отнесется, у каждого человека, посмотрев это видео, сразу же сопереживание к этому таксисту, то есть, видно, что там страшная несправедливость происходит, даже если вот оставить эти все эмоции и посмотреть, чисто так, прагматику взять, вот, для чего ты это сделал, если бы там на кону 500 тысяч было бы, то есть, там была бы какая-то крупная сумма, реально были бы какие-то проблемы, но, но и за 1200-1800 рублей устроить вот это, и потом всю свою жизнь жалеть, это же, это ведь останется теперь, это видео, это будут видеть твои родственники, все, кто с тобой общается, в общем, многие вещи происходящие, очень тяжело понять с логической точки зрения, вот они происходят, так, Томсо, ты постоянно осуждаешь кадыровцев, что они не воевали до конца и работают на Россию, но ведь ты тоже ни дня не воевал и работал на Россию, пусть и не военным, какая разница между вами? Смотри, во-первых, сразу начнем с конца, я никогда не работал на Россию, я работал в России, это разные вещи, работать на и работать в, это вот эти вот два, две вот этих частицы, на и в, полностью меняют смысл работы, работать на, это когда ты работаешь для них, выполняешь их какую-то службу, чтобы им было хорошо, работать в стране, это когда ты работаешь на себя, для того, чтобы прокормить себя, свою семью, делать карьеру, как-то свою жизнь наладить и так далее, поэтому начнем с этого, я никогда не работал на Россию, хвала Аллаху, нет моей биографии такого пункта. А что касается, почему я осуждаю их, что они там до конца, допустим, воевали, до конца не пошли, но я при этом не воевал. Вот твой упрек, мой адрес, подобен тому, как я, например, сижу в зрительском зале, смотрю бой, ну, допустим, ММА, там, UFC, и вот выходят на ринг два бойца, значит, начинают бой, и прям в первом раунде что-то один боец сдается. И я начинаю осуждать, я говорю, почему ты столько было треш-тока до этого, ты столько нас подготавливал, говорил, что ты в первом раунде, там, его отправишь в нокаут, а тут ты вышел, ничего, по сути, такого не произошло, там, не было какого-то удара, который бы тебя вывел из строя, ничего подобного не было, и ты закончил бой. И ты, подобен человеку, который мне, предъявляющему эти претензии, ты говоришь, ты же сам на этом ринге не дрался, я и не должен на этом ринге драться, я не спортсмен, я не UFC-шник, я зритель, пришедший посмотреть бой. Поэтому такой упрек в адрес зрителя, никогда себя не позиционировавшего, как боец UFC, никогда какие-то треш-токи не проводившего, не дававшего обещания, что я уложу в первом же раунде своего соперника. Это глупо, такое предъявлять мне. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, этот Кадыров и все его окружение, они подобны вот этому спортсмену. Они треш-токеры, они нам на протяжении всего времени рассказывали, какие они сильные воины, что они все воевали. Поэтому, естественно, мы им предъявляем эти претензии. Я никогда себе не говорил, что я воевал, не позиционировал себя воином. Мне это неинтересно. Если бы было интересно, если бы я болел бы этой темой, у меня был бы какой-то комплекс неполноценности, как у Кадырова, что мне нужно назвать себя воином, чтобы там где-то меня читали авторитетным. У меня нет этих проблем, я не хочу, мне это неинтересно. Война, окопы, грязь, мне неинтересно это, понимаете? Вот без какой-то необходимости острой, когда правитель, которому я обязан подчиняться, вот когда он меня призвал на мобилизацию, вот только в этом случае от безысходности я бы пошел на такое. А так, эта тема мне вообще неинтересна. Поэтому у меня нет этих комплексов. Но и предъявлять меня за это, ты сам не воевал. Так я и не говорил нигде, что я воевал. А они постоянно нам об этом говорят. Поэтому мы им, конечно же, предъявляем. Заметь, я же какому-нибудь условному хампашу не предъявляю, что он не воин или что он до конца не пошел. Никаких проблем. Если человек изначально себя так не позиционирует, у нас к нему нет вопросов. А почему это ты зритель? Томсо, разве ты не жил на ней как кадыровцы? Ты уже не обижайся, Томсо, но ты тоже идешь в счет, даже если сидел дома всю жизнь. Из каких таких соображений? Если ты находишься, присутствуешь на мероприятии, где проходят бои UFC, но ты зритель, ты же не участник, ты не спортсмен. Как ты можешь предъявлять претензии к людям, которые просто родились на этой земле, жили там? Что они теперь все? Обязательно каждый из них должен быть воином? Да нет, давайте. Если такой уровень дискуссии глупый, то я это продолжать не буду. Тогда это просто неинтересно. Так, Томсо, видели, что вазенера белоруса выслали из Швеции, отказав в убежище? В Беларуси сразу при прилете его и мать арестовали, и ему грозит 18 лет. Как базонерам избежать такого? Я, честно говоря, не знаком с этим кейсом, я не знаю. Я в целом знаю статистику, что в Швеции белорусам не особо удовлетворяют прошение об убежище. Но я это связываю с тем, что Швеция сейчас в целом стала на такие рельсы, здесь к власти пришли правые, они в принципе к власти пришли на такой антимигрантской волне, с обещаниями сильно ужесточить миграционное законодательство, что они по сути и делают. Я поэтому связываю это с этим. Сейчас вообще в Швеции за всю историю существования этого государства сейчас самое низкое число просителей убежища здесь. И людей, которые покидают Швецию, мигрантов, гораздо больше, то есть в несколько раз больше, чем тех, кто сюда приезжает. Поэтому, ну сейчас не лучшее время, чтобы, если кто-то выбирает, например, себе страну для эмиграции, то Швеция это, ну сейчас не лучшее время для выбора Швеции. Лучше, наверное, посмотреть какие-то другие страны. А вот конкретно с этим случаем я не знаком. Тумсо, вы трус, вы своих детей воспитываете трусами? Нет, мы своих детей пытаемся воспитывать мужчин мужественными, женщин женственными, ну девочек, и в духе наших традиционных чеченских обычаев. В меру наших возможностей, конечно же, когда ты приезжаешь и поселяешься в этих странах, тебе нужно адаптироваться. Некоторые вещи, которые считаются традиционными в воспитании детей на Кавказе, здесь эти вещи где-то даже могут считаться нарушением закона, преступлением. Поэтому, конечно же, тебе нужно как-то адаптироваться, ни в коем случае нарушать законы нельзя. Но в целом дети воспитываются в духе наших традиций. Что думаешь про перелеты детей Кадырова во Францию с фейковыми паспортами? Факты выкладывало издание агентства. Почему французы допускают такое? Я думаю, что у французов там, в принципе, вопросов не возникло, потому что документ это оригинальный. Французы не знают, как зовут. То есть, от того, что она известна, например, как Айшат Кадырова, кто именно там летал, не помню. Например, вот Айшат Кадырова. Но формально Айшат Кадырова может выйти замуж и поменять свою фамилию. По российским законам никаких проблем. Не выходя замуж, там человек при своем желании может менять и имя, и фамилию. То есть, для французов, если чисто формально это посмотреть, то они видят оригинальный документ. Каких-то вопросов к этому документу у них, видимо, не возникло. Поэтому те свободно прилетели, свои дела сделали и улетели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok